Они начали свой путь из Нижневартовска 17 апреля. Преодолев тысячи километров на пяти старинных автомобилях «Победа», участники медиа-экспедиции прибыли в Петропавловск. «Победа одна на всех» под таким девизом они колесят по странам СНГ. В Петропавловске их встречают дружно, с песнями. Проехали практически все города Уральского федерального округа. Это у нас, получается, Тюмень, Курган. И, ну, направились сразу к вам. Это первый город, который нас встречает. Переодолели границу первую. И мы очень рады приехать в Казахстан. Такой теплый прием, конечно же, но очень радует. Больше трех тысяч преодолели. Скорость у нас в среднем примерно 70 км в час. Машина нам в среднем 67-65 лет. Они все оригинальные полностью. То есть тут нет движков от других автомобилей, каких-то там современных. Все запчасти оригинальные. Это полностью уритетные автомобили. На следующее утро экспедиторы отправились в центр города, где приняли участие в возложении к вечному огню. Интерес эти автомобили не переставали вызывать у жителей Петропавловска. Еще бы. Ведь Победа – это настоящая история. Автомобиль Победы выпускался в период с 1946 по 1958 годы. Вы можете себе представить, что вот этой старушке больше полувека. Садишься за руль и прям чувствуется этот символизм. Машина буквально переносит тебя в послевоенные годы. Несмотря на то, что на дворе 2018. В ходе экскурсии по Петропавловску участники экспедиции также возложили цветы к памятнику 314-й стрелковой дивизии и встретились с ветеранами в областном краеведческом музее. Всего в планах у экспедиторов посетить 40 городов стран СНГ. После Петропавловска участники автопробега отправились в Кокшетау. Закончить маршрут планируют ко Дню Победы в Ханты-Мансийске.